Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалам алейхам. Мы с вами продолжаем изучать книгу «Деяния апостолов». Мы сейчас находимся в 19 главе и пришел черед ее второй части. В 21 стихе 19 главы мы находим с вами такие слова. Когда все было здесь завершено, Павел решил отправиться в Македонию и Ахию, в Иерусалим. А после того, как я там побываю, мне надо повидать Рим, говорил он. Он послал в Македонию двух своих помощников Тимофея и Эраста, а сам еще задержался в провинции Асии. После того, ну мы с вами читали начало 19 главы, мы видели этот эпизод с изгнанием бесов, псевдоизгнанием бесов, я бы сказал. И как результат этого эпизода довольно большое число людей обратилось к Господу, так что там сожгло ли какое-то невероятное число всяких оккультных книг. И вот после всего этого Шауль объявляет о своих планах. Мы с вами прочитали пройти через Македонию и Ахию и в Иерусалим, а затем, как он и сказал, он намеревается отправиться в Рим. В 23 стихе мы находим такие слова. Тем временем случилась немалая смута из-за пути. Был некто серебряных дел мастер по имени Диметрий, изготовлявший серебряные изображения храма Артемиды. Он обеспечивал работы многих мастеров. Собрав их и других собратьев по ремеслу, Диметрий сказал, друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит наше благосостояние. Но вы сами видите и слышите, что творит этот Павел. Он говорит, что боги, сделанные человеческими руками, вовсе не боги. Он сумел убедить в этом немало народов в Эфесе и почти по всей Асии. И это грозит не только тем, что наше ремесло приобретет дурную славу, но и тем, что само святилище великой богини Артемиды ничего не будет значить и в конце концов будет обращено в ничто величие богини, которую чтит вся Асия и весь мир. Услышав это, все пришли в ярость и закричали, да славится великая Артемида Эфеска. Что же это за события, которые священным писанием характеризуются как беспорядки или бунт против пути? На самом деле мы должны понимать, что вокруг языческих культов был весьма успешно развит бизнес. А именно, производство всякого рода ювелирных украшений, будь то храмы, статуи или какие-нибудь другие атрибуты этого культа. Действительно, культ Артемиды был весьма распространен в Малой Асии. Более того, в Риме она тоже была известна, правда, под именем Диана. Тогда как храм Эфеский, он безусловно был своеобразным центром поклонения этой богине. Более того, этот храм считался одним из семи чудес света. Таким образом, Дмитрий, который, судя по всему, руководил целой фабрикой по производству храмов и прочей ювелирной атрибутики, имел достаточно большое влияние. И он понимал, что проповедь Шауля ставит под удар этот бизнес. Интересно. С одной стороны, это свидетельствует о том, насколько проповедь Шауля была успешна, ибо даже его враги признавали эту успешность. С другой стороны, мы с вами видим, как интересно получается, когда люди маскируют свои бизнес-интересы под религиозные, философские или, может быть, политические разногласия. В 28-м стихе мы с вами прочитали, услышав это, они пришли в ярость и заревели. Велика Артемида Эфеская. Эти люди пришли в ярость, они неистовы, они бунтовали. Несмотря на то, что очевидно, что истинные побуждения Дмитрия – это алчность, скрываемая за какими-то лозунгами, мы с вами видим, насколько легко получается толпу можно завести. Они тут же кинулись искать виноватых. Мы с вами читаем дальше такие слова. Волнение охватило весь город. Все дружно устремились в театр, потащив туда спутников Павла, Македонян, Гая и Аристарха. Павел хотел выйти к народу сам, но его не пустили ученики. Кроме того, кое-кто из влиятельных в этом городе граждан друзей Павла передал ему просьбу не появляться в театре. В собрании тем временем царила полная неразбериха. Одни кричали одно, другие другое, большинство даже не знало, зачем они здесь собрались. Кто-то из толпы потребовал от Александра, его вытолкнули вперед иудеи, объяснить народу, что здесь происходит. Александр сделал знак рукой, хотел начать оправдываться, но, узнав, что он иудей, все в один голос закричали – «Да славится великая Артемида Ефеская!» и целых два часа не умолкали. Разумеется, как только люди начали искать козла отпущения, они нашли. Нашли двух человек, одного из которых зовут Гай, другого и Аристарх. Имена указывают на возможное нееврейское происхождение, но все-таки мне кажется, что эти люди были евреями. Почему? Потому что в них евреев узнали. Как мы с вами знаем, еврейский народ отличается элементами одежды, и, видимо, по этим элементам их и приняли. Шауль хотел прийти к людям, ему не дали возможность это сделать, обратившись к нему с просьбой. Но я хочу обратить ваше внимание на другой момент. Мы с вами прочитали такие слова. Одни кричали одно, а другие – другое, и большая часть не знала, зачем собрались. Интересно. Оказывается, не только русский бунт бывает бессмысленным и беспощадным. Наверное, все бунты такие, ибо люди, пришедшие туда, орущие, требующие чего-то, в принципе, даже не знали, зачем они пришли и что они здесь делают. Это очень характерное изображение бестолковости подобных мятежных собраний. Более того, когда в качестве адвоката для этих людей был предложен Александр, видимо, скорее всего, он был действительно адвокатом по профессии, как только они узнали в нем еврея, они стали еще сильнее возмущаться. И мы с вами прочитали в 13-14 стихе, но как только выяснилось, что он еврей, все стали кричать в один голос «Велика Артемида и Феская», и это продолжалось около двух часов. Этот текст любопытен не только тем фактом, что он подчеркивает антисемитские настроения людей, живущих в древнем мире. Этот текст еще интересен тем, что мы видим с одной стороны, что апостолы, ученики, спутники Шауля продолжают жить как евреи, в них видят евреев, и на Александра вылился гнев, как на еврея. То есть это не было, строго говоря, сопротивление той проповеди, которая звучала. Это было просто антисемитская выходка. С другой стороны, вот какая интересная деталь в конце нашего текста, который мы с вами прочитали сейчас, написано, что продолжалось это все около двух часов. Это как же надо неистовывать, это как же надо себя завести, чтобы в течение двух часов орать вот это «Велика Артемида и Феская», не понимая, по сути, а что, собственно, здесь произошло. Ибо мы с вами прочитали, Александру даже не дали возможность что-либо сказать в свое оправдание. Дальше мы с вами читаем такие слова. В конце концов, городской секретарь утихомирил толпу. «Граждане Ефеса, — сказал он, — есть ли хоть один человек, которому не было бы известно, что город Ефес является хранителем храма великой богини Артемиды и ее священное изображение упавшего с неба? Никто этого не оспаривает. Итак, вам надо успокоиться и не допускать опрометчивых поступков. Вы привели сюда этих людей. Они не ограбили ни храма, не хулили ни вашу богиню. Итак, если Демитрий с мастерами кого-то в чем-то обвиняет, для этого есть суды и власти. Пусть обратятся с иском туда. А если вы требуете чего-то большего, то дело будет разрешено на законно созванном собрании граждан. Иначе мы рискуем, что из-за сегодняшнего события нас обвинят в мятеже, потому что для этого сборища нет никаких оснований. И мы ничего не сможем привести в свое оправдание». И с этими словами он распустил собрание. Тоже очень интересный момент. Получается, что человек, который здесь называется городским секретарем, по сути понял, что проблема высосана из пальца и выступает защитником. Шауля и его спутником. Разумеется, он руководствовался какими-то чисто своими соображениями. Он понимал, что если так будет продолжаться и дальше, то это не останется незамеченным у римлян. А это значит, что наказание Рима будет жестоким и беспощадным. Поэтому он всех призвал решать все в законном поле. Для этого есть все возможности. Есть суды, есть городской совет. Пожалуйста, действуйте, если у вас есть какие-либо претензии. Здесь есть интересный момент, что упоминается статуя, которая упала с неба. На самом деле в греческом языке там стоит слово «камень». Речь идет о том, что по легенде в этом храме стояла статуя Артемиды Ефесской, которая упала с неба, которую скинул оттуда Зевс. Так или иначе, мы с вами читаем, что человеку удалось успокоить толпу. И он призвал их всех разойтись, что, собственно говоря, и произошло. Из всего прочитанного, на мой взгляд, напрашивается один очень понятный и очевидный вывод. Если ты живешь идеями Царствия Божьего, если ты стремишься распространить Царствие Божие, если ты стремишься созидать Царствие Божие, Всегда найдутся люди, которые, прикрывшись любыми лозунгами о толерантности или религиозными лозунгами, демократическими лозунгами, постараются тебя остановить. Шауля это не остановило. Надеюсь, и нас с вами, когда мы будем нести нашу проповедь, остановить никому не удастся. Вот такие мысли по поводу нашей главы. Да благословит вас всех Господь. Божьем еще вам, Ашех. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok